Сейчас я расскажу, как идти начинается до метро Делого Морска. Дорога займет примерно в 17-18 годах. Петроличный вокзал недавно ремонтировали. Но он еще довольно перегружен, потому что он в турнике, но вход не работает только на выход. При выходе нужно повернуть налево и идти долго и упорно через парки, дворы и так далее. Справа у нас останется словно фермерские продукты. Слева ЗАГС. Проезд перекрыт для безопасности метро. Будьте осторожны, эти дороги считаются проезжей частью. Вот здесь интересно, часть деревьев обрезали, а часть нет. Данный проезд используется как перехватывающая парковка. Слева по курсу информационная стенда, справа парикмахерская. В релею находятся 8 домов, которые будут снесены по программе реновации. Это пятиэтажки, кирпичные. Пятиэтажки, кирпичные. Здесь можно пройти попрямо, либо повернуть направо. Давайте пойдем попрямо. Здесь часто продается соление. Под нами находятся тупики станции метро речного вокзала. И сейчас мы как раз будем идти за их продолжением. Перед нами стройплощадка метро. Но тут не сама станция, а стыки. Ее с старыми тупиками. Здесь вентиляционная шахта старая. Магазинчик продукты. Здесь нужно будет пройти вдоль, повернуть направо и пройти вдоль дома. Можно немного срезать и по тропинке пройти. Вот мы видим, что работает какой-то эскалатор. Дом слева был выселен. Еще до программы реновации. Уж точно находился близко к стройплощадке. Здесь немного темно. Вот. Жители вот этих квартир как раз настояли на том, чтобы был переложен небольшой участок со шпалами на новые с меньшим шумом. Здесь раньше находился магазин Second Hand. Сейчас находится офис управляющей компании ДЭС Левобережного района. Фестиваль на улице Том 15 корпус 3. Здесь ориентир снесенная пятиэтажка. Мы идем налево. Здесь можно также, либо чуть левее пройти по тропинке, либо чуть правее. Давайте пойдем чуть правее. Здесь раньше стояла пятиэтажка. Мы ее снесли. А место покрыли газоном. В будущем здесь будет несколько многоэтажек. Пока что-то строительство не ведется. Сейчас мы уже входим на территорию парка. Здесь находится сквер около кинотеатра Нева. А сам кинотеатр Нева расположен в самом конце данного сквера. На границе, то есть на Беломорской улице. Мы сейчас идем параллельно Смольной улице. Немножечко левее отклонились по такой насыпной дороге временной. Которая, похоже, стала постоянной. Многие жители здесь срезают все дорогу. Вот такая насыпь из камней. И здесь снова входим на хорошие, вновь вложенные дорожки. И ориентир вот такие вот лавочки в шахматном порядке. Справа детские площадки. Слева горки, с которых зимой скатываются на санках. Просто на леденок. О, и фонарики здесь освещают дорогу. Красивые. На одном из фонарика здесь даже установлены такие симпатичные частики. Сейчас мы их увидим. Все эти деревья здесь сажались жителями где-то в 60-х годах. Раньше здесь был пустырь. И скоро прямо под нами будет речка Норишка. В трубе. Это пешеходная улица. Вокруг нее посажены березы. Раньше был заборчик, но его снесли. Здесь сделали велодорожку. Раньше мы дошли до дома Беломорская ТОМ-16. Справа от нас осталась небольшая такая открытая арена. Вот здесь эти часики. Фонари здесь. Ориентир на подстанции. Написано 1641-1945 годы. Посадили новое деревья. Вот и перед нами три таких белых многоэтажки. Вот они. И справа остается у нас девятиэтажка. Вот здесь мы по хорошей дорожке идем. Тоже тут два варианта пройти. Мы выходим как раз на новый построенный проезд. И здесь тоже можно либо левее, либо правее пойти. Давайте пойдем чуть левее. Здесь будьте осторожны. Ездят машины. Вот здесь свежий заборчик, сверху положенный асфальт. Теперь перейдем к пешеходному переходу. Вдалеке ориентир ЖК Кристалл. Почему-то подсветка не полностью работает у него. Вот и дальше ЖК Белый город называется. Справа ориентир еще в гараже. Подземный въезд. И слева. Здесь вот можно наискосочек пройти. Ориентир Голоморская улица. Дом 22. Почему-то не указан корпус. Раньше это было пятиэтажка. Таким образом, в этом строении. Без корпусов. А здесь просто, наверное, решили сделать Беломорская 22. Раньше было три пятиэтажки. Здесь детская площадка. Точнее, спортивная Дикси. Беломорская 18. Идем наискосок. Здесь, опять же, тоже можно по-разному обойти. Слева и справа это здание. Давайте обойдем его слева. Здесь. Это Смольная 51. Корпус. Три. Соответственно, за ним второй и первый корпуса. Думаю, с открытием метро здесь, конечно, жители поставят себе уже шлагбаумы. Здесь аппендикс строительной площадки, которая больше используется для проживания строителей. Вот их. Бытовки в дворе, да. Это Беломорская 18. Корпус 2. И мы приближаемся уже. Здесь Беломорская 26. Это общежитие, гостиница такого низкого класса, прямо скажем. Вот мы и дошли до западной точки метро Беломорская. Точнее, до строительной площадки. Давайте пройдем мимо нее. Закрешение нашего видео с ориентиром магазина. Ремонт числа в словом красоты. Аптека. Гастроном. Какой-то капитальный ремонт проводит. Активно. Почти круглосуточно ведутся строительные работы на метро Беломорская. На этом мы заканчиваем наш репортаж. И вход в станцию слева. Здесь будет аварийный выход. Вход основной будет там дальше. Спасибо большое за внимание. До свидания. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...